Дорого и, судя по всему, они будут стоить еще дороже год от года. Сейчас уже в этом году мне сказали, что центнер кассы стоит полторы тысячи рублей. Это на 30% за год рост. Как экономить на удобрениях и при помощи каких технологий? Все вы уже, я думаю, последние лет 7-8 много слышали про технологии координатного. Это точно 8 недель, а дифференцированное удобрение. Но мало ли видели это на практике. И проблема основная для того, чтобы переходить на дифференцированное удобрение. Это способ, каким образом вы будете распределять удобрение по полю для того, чтобы заработать на этом способе. И первый вопрос, который подвесил, для кого подходит координатное земледелие. Если вы знаете, что у вас на ваших полях есть пестрота по урожайности, есть большие площади, которые сильно на тонну или больше отличаются друг от друга по урожайности, тогда это, скорее всего, вам может подойти. В нашей практике, правда, был только один раз в случае, в Кусевском районе «Хозяйство Победа». Пригласили туда точно так и посмотреть хозяйство. Вначале, прежде чем браться за эту работу, мы анализируем вообще, подходит или не подходит. Вот это единственная хозяйство, в котором сказали «Нет, ребята, у вас есть дифференцированное, мы браться не будем», потому что у вас отлично все однородно. До сих пор директор хозяйства передает благодарность, что мы реально сказали, что нет смысла, мы не будем это делать. При помощи каких данных, основных каких данных мы предполагаем вносить дифференцированное удобрение? Сейчас при расчете ТОС удобрений, на какие данные вы опираете и на какие нужно, Вот на этом, на этой фотографии хорошо видно, что находится под почвой, вот, как мел подходит близко к поверхности почвы. А ведь у нас корневая система растений идет на полтора метра минимум вглубь, и еще на 3-4 метра, это то, что капиллярный каймар, то, что влага может подаваться снизу. То есть вот все, что у вас находится там на 5-6 сантиметровом слое, оно влияет на наш урожай. При этом анализы, которые, как правило, руководствуются, они берутся там в верхнем 30-сантиметровом слое. Берем щепотку, да, в верхнем слое, анализируем, вот, и пытаясь на основании них принимать решения по внесению удобрения. Да, и решение на серьезные суммы достаточно. И я хочу сейчас задать вопрос, аудитория, насколько, вот, действительно, реально в вашей практике вы применяете картограммы, там, содержание, там, фосфора, калия, там, флаж, хумуса, вот, при расчете норм удобрения. Кто читает прям по этим картограммам, поднимите руку. А кто, в принципе, принимает решение, вот, что, там, сколько удобрений вносить. Вот, есть такие люди, которые принимают решение другим способом. Есть. Значит, мы перепробовали за 15 лет работы, я работал в Тимиряйске на факультете пчеловения, мы перепробовали, и всему факультету там у нас уже больше 100 лет отметили, занимаясь почного исследования. Мы перепробовали больше 10 способов различных оценки плодородия внутри поля, вот, и выбрали то, что действительно, мы отели то, что не работает, и выбрали то, что работает. Сейчас мы делаем ретроспективный анализ фактического состояния растения, то есть, вот, мы анализируем биометрию, сколько у нас растений выросло на этом поле за 33-летний период. Вот, вот, если посмотреть по цифрам урожайств, вот, на этом слайде синие зоны, это плохие зоны, зеленые, средние, красные, это хорошие, мы видим почти 3 тонны урожайности пшеницы на одном поле разницы. Вот. Чем это связано? Связано с тем, что там другая почвообразующая порода, вот, там более песчаные условия, вот, соответственно, растение хуже обеспечено влагой, вот, из года в год стабильно, но вот, в этих местах проседает по урожайности. Вот, разница по питанию мы видим, она колоссальная, 8-8 килограмм азота, вот, 30 килограмм фосфора, это то, что мы, если мы накормили на 85 килограмм, центнеров, это то, что мы не добираем, да, вот, в этих вот синих зонах. Пример по сахарной свёкле, то было центральное, центральное Чернадемье, вот, это Краснодарский край, станица Новокитровская, Граховник-Кубань. Вот на расстоянии, вот на этих точках, на расстоянии буквально 120 метров друг от друга мы видим разницу в доходе 100 тысяч рублей. То есть, мы в синей зоне, видимо, урожайность сахарной свёклы 304, то есть свёкла, которая накормлена всё поле. При этом зона, которая стабильно, из года в год проседает урожайность, и где мы, ну, совершенно очевидно, что те удобрения, которые внесли в хозяйство, там, большие суммы, они не дают почему-то на 600, ни 700, ни 800 центнеров. Опираясь на эти данные и обследовать, и вырихов обследовать вот эти вот синие зоны, вот, дальше мы определяем границы контура по карт заданий, и даем рекомендации конкретно в нашей программе Денинг Агронова, сколько каких удобрений, в какой зоне нужно увеличить или уменьшить. В среднем, вот, поэтому хозяйство, это примерно, да, дает 15% экономим удобрений. При их объеме, ну, при их объеме это тысяча рублей на гектар. Вот, технически дальше это карта задания, то есть, вот, норму по полю, например, которую я запланировал на 150, вводите в программу, она распределяется по полю, и это через флешку спокойно загоняется в разбрасывание трактора, трактор едет по полю, разбрасывает удобрения. Для сравнения с другими технологиями, которые там есть на основе, там, азотных сканеров, съемки из беспилотников, тогда когда работают чисто по биомассе, по NDI, вот, которые, ну, фактически, вот, они могут реально использоваться, вот, только, там, на, ну, когда мы можем снимать биомассу, у нас уже удобрения мы все внесли в основную часть. Мы осенние удобрения внесли, весной перед пассивом уже внесли, вот, а когда у нас пшеницы вышли из зимы, вот, там мы ничего по неделю не увидим, она еще вся бледная. Вот. Когда она отрастает, ну, фактически настолько третья подкормка на качество, вот, и там, там, вторая подкормка это делает, вот, там можно экономить. Вот. При нашей технологии, которую мы даем в зону по дороге, плюс оперативные еженедельные используются в съемках, вот, здесь уже можно работать по всей технологической карте от начала до конца. Вот. Вот цифры, которые уже получили, работая за последние годы, это экономия давления где-то 10-15%. По качеству у нас в этом году получился очень хороший опыт. Мы на большом хозяйстве отработали все поля дифференцированно подкормкой кассам, вот, и получили 5% прибавки кельковины. Вот. Пшеницы третьего класса, при их урожайности 6 тонн на гектар, это дополнительно 8 тысяч рублей на гектар дополнительного дохода. У меня все? Спасибо. Спасибо, Алексей. Есть вопросы, друзья, по поводу дробного внесения, там, карты и прочего? Нет, пока. Да, тогда я вот спрашиваю. Есть, не помню? Да, пожалуйста. На микрофон. Сам Генрихович Харченко, биоцентр. Да, пожалуйста. Дайте микрофон только человеку. У вас определение плодородия идет как количество минеральных удобрений внесенных. Ну, это не есть плодородие. Это создание, то есть, логическое потенциал урожайности. А то, что у вас провалы и мозаичность, это... Я говорю, что путаница понятия. Вы называете плодородием, когда вы вносите удобрения. Удобрения, они на плодородие не влияют. Они изменяют агрохимический потенциал урожайности. Это принципиальная вещь. С точки зрения просто почеловедения. Есть естественные процессы почвенные. И вся мозаичность, которая у вас есть, почему у вас там не выравнивается, ее можно изменить просто через восстановление биологической активности почвы через пожневные остатки. Александр Генрихович, задайте вопрос. Да, вопрос такой. Вот я делаю пометку, что неправильно использованы понятия плодородия. И второй момент, что если минеральное удобрение дифференциально вносить, то единовременная доза по физике должна быть не меньше 350 кг на гектар. Потому что техники, которую можно дифференцированно вносить, на меньших дозах нет. То есть на сахарные свекли, пожалуйста, на зерновых у нас никто не вносит 350 кг. Спасибо, окей. А если что-то идти? Разбрасывали, позволяет разбрасывать и 100 кг совершенно спокойно дифференцированно. И пример компании Мираторг, когда они вносили даже вот эти 100-150 кг именно вот по такой вот методологии, они получили прибавку 9 центнеров на пшенице существенную. То есть они перераспределили удобрения туда, где они дают отдачи. Значит, если надо понимать следующее, по поводу плодородия мы понимаем немножко способность почвы обеспечивать благоприятные условия для растений, вот чтобы растения давали нам свою продукцию, давали больше урожая. Но там очень много факторов, не только рахи. Нет, ну давай, не было сейчас, почвовечески. Да, когда мы решили все остальные факторы, мы защитили растения, мы посеяли нормально вовремя. Вот, нам в любом случае их надо накормить. Потому что вообще весь бизнес растеневодства, он заключается в том, что мы энергию, мы минеральные соли, которые есть в почве, которые мы вносим в виде удобрений. Вот при помощи энергии соц мы переводим в то, что могут употреблять животные, то, что могут употреблять люди. Масло, крахмал, белки и так далее. Давайте чуть ближе к теме, друзья, все-таки, чтобы научных слов. Есть еще вопрос, вот, мужчины, во втором ряду. Скажите, пожалуйста, вы подвергаете сомнению метода отбора проб на органической анализы по глубине? По глубине и по содержанию. Дело в том, что если мы ориентируемся только на содержание НПК, НПК гумуса, то мы ставим себе вложную ситуацию. У нас лимитируют, вот в тех примерах, которые я показал, там видно совершенно, что на поле 870 центнеров сахарной свеклы, и там же 360 центнеров сахарной свеклы. То есть все поле было обработано одной нормой. Везде внесли они по 7 центнеров диамонфосфия. И содержание в синей зоне фосфора и калия высокое, и очень высокое. Там другие лимитирующие факторы, то есть ограничивает урожайность. В большинстве случаев, вот по нашему опыту, отвечая на ваш вопрос, не содержание элементов питания в почве, а чаще всего, и большинство агрономов это знает, когда вы спрашиваете, 9 из 10 агрономов сразу называют, что главный лимитирующий фактор это влага. Естественно. Скажите, пожалуйста, а вы какую глубину берете? Ей вы берите, вообще анализы. Мы делаем разрезы почвенные в проблемных зонах. Делаем разрез порядка 120 сантиметров, чтобы было видно все почвенные горизонты. Иногда мы добуриваем. Вот, если нам нужно посмотреть, что уровень грунтовых вод или есть рядом мелком, или песок, или какие-то другие почвенные. И с вами можно договориться, заключить договор? Да, абсолютно. Ваши рекомендации? Да. Как говорит Роман Романович, пошли в продажу. Друзья, давайте дальше двигаться. А, есть еще вопросы, Алексей? Да, у меня есть. Пожалуйста. Извините, я... Только микрофон, пожалуйста. Только что, вот, позавчера брала интервью саратовских фермеров, которые вернулись со штата Немады. Самое сильное впечатление, это наличие лаборатории, которые ежедневно делают 5000 анализов для фермеров. И на основании этих анализов они, тамошние фермеры, и занимаются своим земледелем. Вот, при этом солнечные продукты саратов отправляют свои пробы в Татарстан, не делая даже в Саратове пробы. Вот, можно ли вашу лабораторию верить? Вот, искренне спрашиваю. Мы очень долго выбирали эту же лабораторию, вот, трещь, чем надо переработать, потому что нужна лаборатория поточная, которая может делать тысячами анализов. Вот, мы в прошлом году в хреностом хронном заводе отбирали, у нас было 7 тысяч проб почины, которым нужно было прыгать. Вот, и... Где эта лаборатория? Где эта лаборатория? Да, мы ее слишком долго выбирали, чтобы ее перворассказывать. Техническая тайна, да? Алексей, вы затронули вопрос, качество зерна, вот, все-таки, как повысить качество сейчас этот... Не все, правда, на него ориентируются, а кто-то на вал, но, тем не менее, оно будет востребовано. Вот, с помощью ваших методов можно как-то это сделать или нет? Да. Значит, я сейчас вернусь в лайк с урожайностью, и мы должны... Первое, что мы должны понять, все прекрасно знают, что протеин, белок, клейкорин, они состоят из азота, да, в большинточительной части. И следующее, что все, без исключения, агрономы знают, это неоткрытие, будет, что поздняя подкормка азотная, да, она влияет на повышение качества. Вот, но при этом, почему-то у многих эта подкормка не работает. Потому что, если бы она у всех работала, я давала в третий класс, все бы пользовались, ну, это понятно. Вот. Почему она не работает? Почему она не работает? Потому что мы чаще всего видим, хозяйство применяет те рекомендации, которые были еще в советские годы, когда урожайность в стране бывает, там, 20-25-30 центнеров. Сейчас хозяйство получает 6 тонн пшеницы спокойно, вот, и хочет той же самой нормой азота догнать его до третьего класса. Вот. Если у вас одна горсть зерна, у вас одно количество белка. Если у вас две горсти зерна, у вас в два раза больше сразу белка, 30-60 центнеров. Соответственно, 60 центнеров нужно давать, в два раза больше количество азота. Вот. Для того, чтобы не выпаливать этот азот просто на ветер, да, потому что азотно-добрение, что мы все согласятся в присутствующие. Вот. Если мы их уже внесли на поле, вот, ну, они уже, ну, все, больше работать не будут. То есть, если мы сразу с них не получили обратный результат, вот, мы через год ничего с них уже не получим. Вот. Поэтому нужно вносить дифференцированно, именно уже с учетом потенциала внутри поля. Вот. Такое решение. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы еще, друзья? От хозяйства, когда мы работали в Липецкой области, они все полностью на руку убрали третьим классом. Такой общий вопрос. Какая нужна техника, то есть ее точность, чтобы внести по вашей карте точное удобрение? Здесь, смотрите, сейчас техника есть уже, вот, там, распраска рауха начинается, там, от 900 тысяч рублей, то есть до миллиона, вот, который уже заряжен под точное земледельное с компьютером, вот, умеет читать флешки. И здесь надо смотреть, ну, объем, то есть, там, рауха 900 тысяч рублей, за АТС Амазон 2,8 миллиона, там, примерно стоит. По точности здесь, наверное, вопрос, ну, то, что мы часто слышим, при переходе в зону, в зону, например, по какой там, какой нормы будет носить, но переходим, например, в зону 120 килограмм, в зону 150 килограмм, вот, как вот эти вот, там, края, там, 3-4 метра у нас, ну, 3-4 метра, это реально, там, 0,1 гектара, там, не наберется. Вот, вообще, если у нас поле 100 гектаров, вот, и ширина разбрасывателя 32 метра, да, вот, то есть, там, 100 на 100 метров и 32-32-32, у нас в одном гектаре мы, получается, 10 раз можем изменить норму, то есть, 10 раз, точнее, подходим к 1 гектару, к полю 100 гектаров, мы подходим, получается, в 1000 раз точнее, вот, чем если мы работаем одной нормы. Поэтому, из вот этих вот, там, перекрытий, там, при переходе в зону, в зону, вот, я правильно понял, да, про это говорить, да, вот, там, 3-4 метра, когда вы работали на, ну, длину года 2 километра, вот, реально, там, беспокоиться на, 3-4 метра, там, 0,2-0,3 гектара, я думаю, ну, в зону нет никакого. Ну, главное, по кругу вы спорили, вот, то, что мы цифры, там, даем, реальные, вот, 10-15 процентов удобрения вы экономите с поля, или же вы эти удобрения можете переспределить туда, вот, где есть оптимальные условия, и там получить большую прибавку вырожай, который будет уже, там, не 1000 рублей, а уже, там, 8, 7, 8 и 12 тысяч рублей. Спасибо. Алексей, а вот один из агрономов, он в СПК Казминский, когда мы обсуждали, как раз, точное земледелие, он сказал, что вся техника по точной земледелии, она только иностранная, вот, ну, там, что-то растерма сейчас пытается делать, но, все-таки, есть российская, действительно, техника, которую можно использовать для этого, или мы еще не догоняем немножко? Мы в этом году работали на опрыскивание, это я столько про удобрение рассказал, у нас еще большой пласт поднесения пестицидов, вот, там, большая практика, и вот, в этом году мы как раз с Россельмавшевским опрыскивателем, с российским, там, прибором, навигатором, вот, который также работает по карте заданий, там, ну, реально, никакой фантастики нет, просто трактор определяется на поле, при переходе из зоны в зону, он переключает... Ну, все остальное, в принципе, иностранное, правильно? Да, все остальное, больше, наверное, да. Понятно, окей, спасибо. А скажите, Алексей, вот, в Кавказском районе Краснодарского края фермер Коломийца, вот, он использует точное земледелие и говорит, что у меня задача выровнять урожайность по верхней планке на поле, потому что, ну, где-то он брал, вот, поля ему доставались, неухоженные, долго они неправильно эксплуатировались, и вот он сказал, что на одном участке было, там, допустим, урожайность 40 получал, а где-то было даже 5 центнеров. И вот он ставит задачу, чтобы выровнять по верхней планке, и в результате он говорит, что у меня теперь разница на разных участках, не более 5 центнеров с гектара. Вот, это разумно или нет, существует ведь другая точка зрения. Вот, скажем, фермер в Зерноградском районе Ростовской области, Перетядько, он говорит, что я не кормлю те участки, которые мало дают урожая, потому что ни в коня корм, я ориентируюсь на вот те участки, которые больше дают урожайность. Вот, что по этому поводу можно сказать? Я могу сказать, что, не вдаваясь деталей по человеку, которые могу очень глубоко уйти, вот, я привезу, приведу пример, там, на примере телят. Вот, если здоровый, с хорошей генетикой теленок, вот, он нормально растет, мы его больше кормим, он быстрее растет. Вот, если мы берем больного, хромого, косого и углевого, который, ну, доходяга, вот, и пытаемся его там накормить, накормить, мы же говорим реально про питание. Вот, мы его тоже так же, там, кормим, 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 вот, а не в коня корм, ну, не растет он. Вот, с почвой один к одному. Мы можем ломать голову, что угодно, там, мы можем перемерить, там, все микроэлементы в почвах, там, если не бор, значит, марганец, если марганец, значит, там, еще чего-то, там, вот, серое, вот, нет. Если реально там потенциал есть, надо понимать, что при тех крохах, которые мы вносим, удобрение на гектар, даже, там, и 200, и 300 килограмм, и 400, и 500, это реально ничто. Ну, мы вносим в среднем в три раза ниже удобрений, чем во всем мире вносит на гектар, вот, поэтому нам в первую очередь надо вносить наши крохи, да, туда, где будет прибавка, там, максимальная, вот. Выровнять урожай, ну, как вот вы выровняете, вот, одно дело, там, Кавказ, Краснодарский край, да, а другое дело, если это у вас, там, солонец, песок и склон. Вот, все вот эти зоны, которые мы делали, все, что мы проверяли, мы приезжаем же вместе с хозяином в поле, он уже на своем смартфоне ходит, идет, смотрит. Да, и агроном, так же, он подтверждает, вот, он примерно знает, он всегда, он же видит эту картину, вот, но они-то не заключались, наверное, договорились, потому что они не понимали, что у них там, вот, по какой-то причине плохо растет, вот, вот, они знают, ну, просто, просто знать, что у меня там посреди поля хреново, это мало, это денег не, это знание денег не дает, вот. А вот, зарядить это в карту заданий и поработать с удобрениями, это уже деньги дает, вот. Спасибо. Окей, друзья, я бы хотел, знаете, что сделать, по традиции перейти, вот, уже сложившихся в рамках нашего круглого стола к практикам, вот, потому что реальный опыт, он всегда тоже интересен, а Алексей Шиндяев здесь, да, я вижу, вот, человек, почему мы, я приглашу его сейчас немножко к микрофону, потому что человек, там, 20 лет работал с одними и теми же полями, причем они были по разной культуре, по-разному там за ними ухаживали, вот, и база накоплена очень хорошая, и вот с этого года, да, с этого года, по-моему, начали пробовать точное земледелие, земледелие. Вот, вы наблюдали за этими полями столько лет, какие есть, видите вы, отличия, эффекты от внедрения точного земледелия, как раз в контексте вот этих, вот этого пласта наблюдения, пожалуйста. А давайте, может быть, чуть-чуть выйдем, да, в стиле Арвана Вюмировича можно, вот, прохаживаться, да? Лучше туда, пожалуйста. Не-не, у нас микрофон, этот, кроме микрофона, у нас еще тоже точно не земледелие, только у нас камера еще, да, пожалуйста. Просто работай, работай и наблюдай за этими полями, а это, по-моему, слайд с Липецкого, да? Да. Там похоже. Вот, мы всегда задавали вопрос, почему, почему мы не добираем урожай, почему про одинаковое внесение того или другого у нас всегда по почве происходит разница в урожайности. То есть мы ее видели глазами, но не могли зафиксировать. Вот, благодаря технологиям трубников Алексея, это наше видение зафиксировалось в виде карты. Теперь уже можно точно понимать, что на желтых, на красных участках у нас будет всегда продуктивнее, туда нужно всегда давать больше, на синих будет непродуктивнее, давать туда нужно меньше. То есть всегда надо вносить дифференцированно. И дополнительно еще по этим картам, это до конца еще пока будет изучаться в следующие годы, потому что карта уже у нас теперь есть, мы будем с ними работать. И скорее всего качество азимой пшеницы по зонам, оно тоже разнится. И забивая эту карту в комбайн, можно трешку отдельно убирать от пятерки. Но мы это будем еще проверять. Круто. Вот мне, знаете, какая мысль понравилась? Вы сказали, что те, где похуже, карамель поменьше. То есть вы нижние и более-менее благодатные слои почвы, куски, блоки, не собираетесь вытягивать, правильно я понимаю? А смысл нет. А вот наглядно показывает тот слайд с карьером, можно его вернуть? Ну там, где имел. Мы никогда не поменяем вот это. Это навсегда. Надо просто с помощью карт научиться к этому приспособиться. И с этим же и все. То есть сильное сильным падающего потолка. А скажите, вот как вы будете на одном поле или как отдельно трешку убирать? Я вам сказал, это пока только предположение. Когда КАПа задания будет работать в комбайне. Работают три комбайна на поле. Один. Перегрузчик перебрасывает тройку. Вторую, четверку, третий. Это предположение пока. Пока звучит, да, довольно-таки невероятно. Скажите, Алексей, а есть какие-то еще варианты оптимизации затрат, которые обсуждаются или уже внедряются у вас? Какой опыт, помимо дробного внесения? Ну, основное, это дробные внесения фосфора и калия с осени. Потому что, да, действительно, много способов анализа сверху с помощью дронов. Но это дает только азотные подкормки, фосфор, калия, только многолетний анализ по многолетним данным. Далее, с помощью одноразового снимка мы пробовали в этом году дифференцированно вносить на сои и бор. Прекрасно получилось. Потом диссекацию делали, сои дифференцированно. В зависимости от того, что где больше есть, а где меньше. Соответственно, сэкономия 30% ревлона. С глифосатами можно работать. Тоже. Потому что не полностью поверхность черного пара покрывает сорно-растительность. Или там разница ее где-то больше венка, а где-то меньше, можно ввести дробно где-то 2 литра, а где-то 1,5 литра. Спасибо. Друзья, есть к Алексею вопросы? Вот человек очень опытный агроном. Может быть, какие-то нюансы? Хозяйство какое у вас? Вот те слайды, которые были, да, земля, это хозяйство. Раньше оно называлось совхоз Кубань. Потом это вылаз КПК Кубань. Потом там поменялось много разных собственников. Просто эти поля, я знаю, я там живу, я на них работаю. Земля пережила всех, как вы понимаете. Вот скажите, пожалуйста. Уходите, пожалуйста, вопрос есть. Вот вы сказали про опыт применения глифосатов, да? У вас есть этот опыт? По глифосатам нет, по реглона да. А вы что хотите? Мне видится, как это все будет работать. Значит, надо карту задания составлять. Карта задания должна составляться на основе сорной растительности, которая имеется на поле. На основе снимков, я так понимаю. То есть вы это еще в своей практике не использовали? По реглона мы же делали, это примерно даже те же самые рельсы. То есть делается снимок, на котором видно, где больше облистненности, где меньше. Соответственно, вносят разные дозы диссиканта. С учетом стоимости глифосатов, это очень интересно. Я думаю, позволит снизить себестоимость вообще применения... С учетом современной тенденции к увеличению стоимости в этом году глифосатов, это серьезно. Вчера объявили, что не будут увеличивать стоимость на 2018 год. Спасибо. Спасибо, друзья. Есть? Да, пожалуйста, еще, кажется, вопрос есть? Сейчас, сейчас, сейчас. Александр Георгиевич, за вами человек был, раньше поднял, потом вы... Микрофон можно? Во втором лице, пожалуйста. А вопрос Алексею? А, Алексею. Или Алексею? Да, Трубникову, так. У меня вопрос такой вот. Мы все говорим о лимитирующем факторе вооружения. Ладно. О лимитирующем факторе вооружениях, вы можете прокомментировать? Ну, я скажу. И не второе, извиняюсь. Вы делаете периодически с анализом, а лимитирующим анализом почвы у вас. Один раз, десять лет, и в общении, и каждый год. Мы здесь по периоду придерживаемся, наверное, все-таки пятилетнего цикла. Потому что на пять лет можно быть уверен, что стабильно резко в почве не поменяется. Ну, сказали, что вот это не изменит. Да, вы делаете на пять метров глубину. Да, да. Просто, вот конкретно по этому хозяйству, в некоторых участках хозяйства увидела потенциал. То есть, ту землю, которую они могут немножко поработать, сделать небольшой дренаж, вернуть в обработку. Вот, да, картину у них, ну, красного станет больше. То есть, изменения изменения не будет. Если вы работаете только с питанием, то, я думаю, ну, вы реально можете гораздо больше пяти лет работать. Потому что это фундаментальный рельеф, почвообразующая порода, мощность, мусор, горизонт – это вещи, которые формировались тысячелетиями, и они не, конечно, поменяются за нескольких лет. А то, что касается анализов, значит, мы, в первую очередь, фокусируемся на проблемных зонах. Мы делаем, ну, агрофизика и определение, в принципе, какие свои мы имеем, да, что у нас там есть по гранулометрическому составу. Вот, меняется там субленок на песок или не меняется. Вот, если какие-то неблагоприятные почвообразующие породы, которые, в первую очередь, все это завязано, в 90% случаев у нас есть либо дефицит влаги, вот, проблема, либо избыток влаги. И вот в 10% случаев у нас агрофизия вылезает. Вот, в первую очередь, деслотность, ну, и тогда бывает калий, фосфор. Блин, вот, с урожаем у нас также две проблемы – избыток урожая и недостаток урожая. Друзья, есть еще вопросы к Алексею? Давайте, Александр Георгиевич, только без научных споров, ладно, пожалуйста? Да, без научных, там просто какие-то альтернативные есть вещи. Просто у меня есть место испытания, Башкирия восточная, там жуткие условия 14 центнеров среднего урожая серовой пшеницы. Мы получили на фритикале 91 центнях, это не поливная, это на той влаге, которая есть, и 40 получили на яровой пшенице в этом году. Там можно эти же самые задачи, которые есть, и мозаичность в плодороде, это естественная вещь, которую мы наблюдаем, и так далее. Можно решать еще другими путями на маленьком ресурсе. Ну вот, у тебя, ну, с Алексеем, он будет еще время поговорить. Я думаю, что микро и нано препараты... Не-не-не-не, я не говорю, не микро и не говорю. Это без метро и биологии. Там был вопрос исключительно к униеральному питанию, как можно это регулировать. Там просто есть фазы у каждого вида растений, где можно работать через листовые подкороны и чайной ложкой. Вот и здесь чайную ложку, здесь, здесь, здесь. Когда работаешь по биомассе, там мозаичность почного плодородия, она откроет на второй план. Понимаете? Когда вы работаете, чайная ложка, вы не заметите то количество тонн воды на гектар, который нужно потратить на формирование урожая. Владимир Выступал сказал, что 90% воды на планете тратится на сельское хозяйство. Я думаю, что нам удавалось получать. Ну, я думаю, это мы уже... 91% воды, да, либо кому интересно, я хотел представить, Александр Геннадьевич, как раз таки, Харченко, он тоже может рассказать вам чего интересного про почву и про то, как повышать урожай. Друзья, есть у нас вопросы к Алексею или Алексеям, или желающие прокомментировать выступления наших спикеров? Нет, пока, да, Николай Васильевич.